Президент РФ Президент РФ Выбор был предельно острым и ответственным. Либо по-прежнему сползать в коммунистический тупик, либо начать глубокие реформы, чтобы идти дорогой прогресса, в которой движется все цивилизованное человечество. Благодаря вам реальные преобразования в стране были начальны. Нашими совместными усилиями новые формы жизни утверждаются в России. Но происходит это слишком медленно и трудно. Страна больше не может жить в обстановке постоянного триеса власти. При такой растрате сил мы никогда не вылезем из нищеты, не обеспечим мира и покоя для наших граждан. Сегодня предельно ясно. Корень всех проблем кроется не в конфликте между исполнительной и законодательной властью. Суть глубже, суть в другом. В глубоком противоречии между народом и прежней большевистской антинародной системой, которая еще не распалась. Которая сегодня опять стремится восстановить утраченную власть над Россией. А между тем, народу было высокомерно отказано в праве самому определять свою судьбу. На съезде в полный голос заявила о себе имперская идеология. Если она станет основой политики, то Россия неизбежно будет тянута в вооруженные конфликты со всем ближним зарубежьем. На съезде то и дело гремели лозунги холодной войны. В заключительной речи спикера фактически прозвучал призыв к ее возобновлению. Что это означает понятно? Снова гонка вооружений, снова рост военных расходов и снова глобальная конфронтация со всем миром. Согласиться с этим, значит согласиться с тем, что жизнь наших граждан должна быть мучительной и тяжелой, а экономика еще более уродливой и уязвимой. Нельзя управлять страной и ее экономикой, особенно в периодическое время. Голосование через парламентскую говорильню и митинговщину. Это безвластие. Это прямой путь хаоса к гибели России. Тем более нельзя допустить, чтобы старая партийная номенклатура вновь посорилась в России. Страна в течение десятилетий жила как бы вдов за счет будущих поколений, безжалостно исслащая природные ресурсы. Но при этом большевистская система в лучшие свои годы сумела накормить колбасой, но не всю Россию, а только столицу. Да и то на доллары, которые получали за нефть. Главный порог этой системы стремление всем и вся командовать глушить любую инициативу и самостоятельность. И неважно, касается это права человека работать на своей земле, заниматься свободным предпринимательством или высказывать собственную точку зрения. Вот куда нас зовут. Вот куда нас вновь хотят загнать. Вы, уважаемые сограждане, знаете, я честно стремился к компромиссу. Возможности поиска согласия с консервативным большинством депутатского корпуса полностью исчерпаны. В этих условиях президент вынужден взять на себя ответственность за судьбу страны. Вижу во всем этом свой гражданский, свой патриотический, да и свой человеческий долг. Именно поэтому после многочисленных консультаций принял следующее решение. Сегодня я подписал указ об особом порядке управления до преодоления кризиса власти. В соответствии с указом назначается голосование о доверии президента. Будут приняты особые указы и распоряжения по всему кругу вопросов его организации. Как президент беру на себя защиту средств массовой информации и подтверждаю, что в российском государстве будут обеспечены гарантии их свободы. Уважаемые граждане России, скажу откровенно, я настроен на решительное действие. Считаю, что в сложившейся обстановке иначе нельзя. Если не остановить политический раздрайв, если не принять решительных мер по развязке политического кризиса, если не дать мощный импульс экономической реформе, страна будет ввергнута в анархии. Председателю Совета Министров дано поручение в двухдневный срок представить перечень первоочередных экономических мер. В нем должны быть предусмотрены первые меры по решению вопроса о земле. Нужен простой и понятный механизм передачи ее гражданам в частую собственность. Завершается работа над президентским указом о наделении земельными участками граждан Российской Федерации. Он даст толчок решению всего комплекса вопросов о земле. Второе. Надо форсировать передачу прав по проведению приватизации вниз и дать гарантии, что приватизация будет необратимой. Главный гарант этого сам президент. Со своей стороны готовлю указ о порядке оформления прав собственности на недвижимость. Третье. Поддержка многих и многих людей, которые хотят начать свое дело, я имею в виду малый и средний бизнес. Поддержка кредитами, льготными налогами, консультациями и организационными мерами. Четвертое. Важнейший вопрос растущей безработицы. Необходимо организовать общественные работы, прежде всего по строительству жилья и дорог. Нужно усилить гарантии занятости для работников госпредприятий. Пятое. Борьба с инфляцией. Стабилизация рыночного курса рубля. Строгий контроль за денежной эмиссией. Будут установлены рамки в процентах. Шестое. Уже принятое решение о возмещении ущерба десяткам миллионов людей, чьи вклады в Сбербанках обесценились по время реформ. Чтобы не подвеснуть инфляцию, надо шире использовать компенсации акциями предприятий, землей и другим государственным имуществом. Седьмое. Наведение порядка в предоставлении льгот и привилегий предприятия. Здесь масса злоупотреблений и коррупции. В ближайшее время покажу указ о государственной службе. Он защитит государственный аппарат и одновременно повысит его ответственность. Восьмое. Прошу правительства обратить особое внимание на согласованность действий федеральных властей и республик, краев, властей и автономии в строгом соответствии с федеративным договором. А в общем давайте не только проводить реформы, но и наводить элементарный порядок у себя в России. Тогда у нас появятся реальные возможности больше помогать и пенсионерам, и многодетным семьям, и одиноким матерям, и всем, кто живет сегодня бедно и нуждается в поддержке. Еще об одном. Вертикаль исполнительных органов России восстановлена. Главы исполнительных власти и правительства субъектов Российской Федерации подотчетны непосредственно президенту и правительству России. Их полномочия не могут быть прекращены без решения президента Российской Федерации. В то же время и в центре, и на местах выявлено немало случаев, когда руководители исполнительной власти препятствуют проведению политических и экономических реформ. Предупреждаю о персональной ответственности за подобное действие и виновных буду освобождать от работы. Мы подписываем указ об ответственности должностных лиц исполнительной власти в Российской Федерации. За нарушение законодательства отстранены от своих обязанностей главы администрации Новосибирской и Иркутской областей ряд ответственных работников правительства Российской Федерации. Стабильность и порядок нужны не только президенту. Их требуете прежде всего вы, мои избиратели. И это требование справедливо. Иначе не сделать наше государство сильным, демократическим и процветающим, а его граждан свободными. Рассчитываю на поддержку основных политических сил страны. Уважаемые сограждане, я предлагаю цивилизованность, основанную на фундаментальных принципах Конституции выход из кризиса, без чрезвычайчины и произвола, без танков и баррикадов, без митингов и забастовок. Все будете решать вы сами, граждане России, своим голосованием. Это будет ваш выбор. Выбор народа. Рассчитываю на понимание моих действий. Прошу вас поддержать своего президента. Верю в вашу поддержку. АПЛОДИСМЕНТЫ